Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Развлекательных центров, фитнес-клубов, бассейнов и других предполагающих массовое присутствие людей и заведений подорвали и их экономику и бюджет региона и стали поводом для многочисленных пикетов кировских предпринимателей. Действуют некоторые ограничения до сих пор. Но как бы странно это ни звучало, многие предприниматели благодарны пандемии, говорит Андрей Усенко. 20-й год прошел под таким знаком вообще неопределенности. В феврале мы думали, что это пройдет все мимо нас. В апреле мы думали, что в июне все закончится. И в сентябре мы вообще перестали понимать, по большому счету, что происходит и когда это закончится. В 21-й год мы входим с пониманием того, что даже когда закончится непосредственно там пандемия, остаточные явления и с точки зрения заболеваемости, и с точки зрения последствий для экономики продолжатся. 21-й год будет другим. Мы уже сейчас понимаем, что он будет сложнее. И это дает нам возможность подготовиться. У нас меньше оптимизма, меньше энтузиазма. Но, с другой стороны, мне кажется, самое страшное, что могло произойти, уже произошло. Неожиданные закрытия, падение экономики и все остальное. Несладко пришлось туристическому бизнесу, общепиту, розничной торговли, сфере услуг. По моим оценкам, что касается общепита, я думаю, что общая просадка годовая от 20 до 30%. Что касается отдельных направлений розничной торговли, я думаю, в среднем порядка 20%. Мы понимаем, что это в некоторой степени соответствует всей марже, которая там была. Я думаю, что так как в 21-м году это продолжится, то, в общем, надо теперь речь вести о том, что до уровня 2019 года восстановление будет происходить в 22-м, 23-м. Кому повезло, ну, тоже понятные истории. Службы доставки развивались, интернет-торговля. Есть просто показательные примеры выхода нашего бизнеса на маркетплейс и кратного роста продаж. Для тех, кто не успел, не смог перестроиться, ну, наверное, не очень хорошо. Очень много общались с предпринимателями в течение года. Я бы сказал так, конечно, многие отмечали негативные последствия. Снижение покупательской способности, трафика, период закрытия. Но практически каждый отмечал и плюсы. Кто-то оптимизировал расходы в рамках своей компании и понял, что, собственно говоря, много денег терял раньше. Кто-то открыл новые направления деятельности для себя. Кто-то вообще иначе взглянул на свой бизнес, на бизнес-процессы и перестроился. В этом смысле, мне кажется, что этот кризис совокупный, ведь была не только пандемия, и санкционные последствия продолжались сказываться, валютные колебания, цены на нее. Ну, то есть, все вместе собралось. Но это, мне кажется, такой вот эволюционный этап, который был сконцентрирован в рамках 2020 года. В обычном жизни без пандемии он бы, наверное, продлился несколько лет, а здесь вот он сконцентрировался в пределах одного года. Но это эволюция. Это не деградация. И те, кто, собственно говоря, прошел через этот эволюционный этап, вышли из него окрепшими, изменившимися, более приспособленными к внешним условиям. Здесь, видимо, что называется, как относиться. Как бы банально это там не звучало, но сложности приносят возможности. И тот, кто с этими сложностями справляется лучше, тот занимает место тех, кто с этими сложностями справляется хуже. Программа «Эхономика» 101FM